По мнению представителей МВД на транспорте, аэропорт Пулково – самый безопасный объект, на котором приходится работать. Из транспортных объектов аэропорт Пулково является, наверное, одним из самых защищенных и, наверное, наименее криминальных объектов, которые обслуживают подразделения транспортной полиции. Самая распространенная уголовная статья в Пулково – перевозка наркотиков – выявляется легко и часто. Также серьезные проблемы аэропорту создают два типа людей – шутники и любители выпить. Точной статистики никто не ведет, но с упорством достойного лучшего применения. Хулиганы пытаются то заминировать Пулково, то оставить какую-нибудь бесхозную коробку или пакет. Как правило, тревога ложная, но каждый случай необходимо проверять. Еще сотрудники МВД на транспорте просят пассажиров не иронизировать при личном досмотре. Любой сотрудник авиационной безопасности, транспортной полиции спрашивает, что-то везете с собой и так далее. Вот эта форма шутки – да, конечно, и так далее. Она зачастую приводит и к определенным проблемам с задержкой воздушного судна. Мы вынуждены по всем этим заявлениям дополнительно работать, принимать дополнительные меры по обследованию как багажа, так в том числе и воздушного суда, отсюда и определенные неудобства. Главный вопрос – борьба с терроризмом. Уверяют в один голос, работу с персоналом ведут постоянно. В дни праздников и отпусков привлекают дополнительные силы. Контролеры меняются каждые два часа, чтобы глаз не замылился. Также используют новейший детектор, металлоискатели, видеокамеры. Удивительно, но куда сложнее бороться с заядлыми любителями экстрима. Судя по количеству роликов на ютубе, последние переигрывают МВД на транспорте в одну калитку. Несмотря на все заборы и дежурных по станциям, зацеперы каждый день катаются верхом на поездах. В аэропортах свои проблемы. Но и в завершении затронули тему мигрантов. На самолетах в наш город каждый день прибывают толпы гостей из Средней Азии. А выявленных нарушений миграционного законодательства меньше тысячи за весь год. Но цифрами не хвастаются, понимают, это капля в море. В списках пребывающей дешевой рабочей силы лидируют гости из Узбекистана и Таджикистана. Из остальных стран прибывают гораздо меньше. Мигрантам предлагают заполнить миграционные карты. И все. Хотя есть еще одна проблема. Сколько болезней привозят эти люди с собой. Сколько увозят на родину после нескольких лет жизни во всем известных условиях. Простейших медпунктов нет ни с одной, ни с другой стороны. Так как по нашим законам они просто туристы. К сожалению, уже с момента въезда иностранного гражданина в России может пройти от одного дня до трех месяцев. Когда возможность сдачи и обращения в нашу козу за оказанием данной услуги. И здесь закон не может ограничить иностранное лицо и закрыть ему въезд по этому основанию. Плотные графики работы должны упростить открытие Пулкова-3. Терминал будет оснащен еще более современным оборудованием. Также увеличится количество персонала и пунктов досмотра. Александр Буринин, Кирилл Легоньков, Григорий Павлов. Новости 24 Петербург.